Вот в такой палате семья самоизолированных из четырех человек может находиться до 14 дней. Здесь есть все необходимое. Чашки, ложки, вилки, чайник, холодильник, шкаф и даже полотенца. Ну и, конечно же, телевизор, чтобы всегда быть в курсе последних новостей. Пока в просторных светлых комнатах пустынно, но в любой момент здесь могут появиться первые постояльцы. На добровольной основе в обсерватор будут помещать людей, прибывших с других стран и регионов России, и без признаков заболеваний, а также тех, у кого домашние условия не позволяют самоизолироваться, например, если человек проживает с поживыми родителями или детьми. В этом корпусе смогут расположиться 67 человек. Если здесь появятся постояльцы, комнаты по несколько раз в день будут дезинфицировать. Обеззаразят абсолютно все, и даже воздух. Для этого в каждой палате стоит так называемый проточный ультрафиолетовый излучатель, через который постоянно циркулирует воздух и тем самым его очищает. Контактировать с самоизолированными медицинский персонал и сотрудники обсерватора будут в индивидуальных средствах защиты. При поступлении в изолятор пациент осматривается, и если у него есть признаки вирусного заболевания, если есть повышение температуры, тогда в изолятор он не попадает, в обсерватор он не попадает. Он тогда направляется в инфекционное отделение. Риски заражения внутри обсерватора минимизированы за счет того, что люди находятся изолированы в этих палатах. Они оттуда не выходят, они ни с кем не пересекаются, соответственно, кроме медицинских работников, находясь в средствах индивидуальной защиты. Соответственно, вероятность заразиться, находясь в обсерваторе, она сведена практически к нулю. Медики из первой городской больницы, а также студенты пятых курсов сам ГМУ уже приступили к дежурствам в круглосуточном режиме и готовы принять гостей при необходимости. В случае обострения у них хронических заболеваний подготовили оборудование и медикаменты для оказания неотложной медицинской помощи. У всех постояльцев обсерватора медики будут два раза в день проверять самочувствие. В Дубках есть возможность разместить более 200 человек. При заполненности корпуса на 50% будут открывать следующий. В случае необходимости медицинский персонал готов запустить корпус за два часа. Елена Малютина, Константин Головин. События.